Ты мне обещал слышал другое. Да. Физкульт привет, друзья и ученики. И просто случайный зритель. Сегодняшнее видео будет очень интересным, потому что покажу вам супер тренировку для девушек, которые хотят похудеть, избавиться от жира. А мы с Таней конкретно готовимся к соревнованиям. Вы это уже знаете. И остается нам 4 недели. Я вам покажу тренировку, которую вы еще не видели. Для Тани она тоже новая. Мы прорабатываем специальные мышечные волокна. Задействуем в этой тренировке промежуточные, высокопороговые, быстрые мышечные волокна. И начинаем тренировку, естественно, после разминки общей с выбеганий. Это мощнейшее упражнение, способное выбрасывать в кровь огромное количество гормонов, которые мы потом будем использовать как раз таки для сохранения мышечной массы и пережигания подкожного жира. А как гормоны мы приводим к работающей мышце? Естественно, выполняя упражнения. И не забывайте, что кровь приносит в работающие мышцы не только гормоны, которые вы выбросили, но и питательные вещества. Все это очень важно и нужно знать. Мы делаем в силовую тренировку всего 5 выбеганий. Мощно выбегаем на 10-15 метров, как будто за вами гонятся собаки. А потом возвращаемся в течение минуты назад. Если вы делаете отдельно интервальную тренировку, то я вам настоятельно рекомендую делать именно вот такие выбегания. Единственное, что возвращайтесь обратно в течение двух минут. Запомните, между выбеганиями должно быть минимум 2 минуты. И вы можете делать 20 минут такую тренировку в отдельную от силовой. Так как бикини современная требует не только красивых, больших и четко отчерченных ягодичных мышц с бицепсом бедра, но и узкой талии широкой спины. Именно широчайшие мышцы позволяют нам визуально сделать любую талию меньше. Вот вы видите упражнение, которое мы делаем. Тяга штанги в наклоне. Одно из лучших упражнений для данной проработки. Сделайте 4-5 подходов по 10-12 раз. Следующее упражнение это ягодичный мостик. Сначала Таня делает 20 повторений без отягощения. Просто прочувствовать упражнение, нагнать туда побольше крови. Естественно, загнать туда побольше гормонов, которые выбросились в момент того, когда мы делали выбегание. И мы сделаем еще 3 подхода с отягощением. Но последний рабочий подход будет в отказ, в ужасный отказ, когда мышцы будут просто гореть. И после этого я сброшу вес, и Таня сделает еще один подходик, не вставая с места, сразу же еще до сильнейшего сжения и мышечного отказа. В ягодичном мостике это, конечно, сложно добиться, но возможно. Посмотрите, как это делается. Честно говоря, этот мяч я сам еле тащу, он весит 150 паундов, примерно 70-75 килограмм. И мы начинаем работать. Что важно в этом упражнении? Важно чувствовать, как вы с каждым новым подходом, подъемом таза вверх, напрягаете свои ягодичные мышцы и не расслабляете их в момент опускания. Должно происходить что-то наподобие того, когда вы растягиваете резину. То есть, друзья, мы подтягиваем ягодицы вверх, максимально напрягаем их и сохраняя это напряжение опускаемся вниз. Девчонки, попробуйте. Это колоссальный прием именно для прокачки ягодичных мышц. Вы должны четко ощущать работу. И не забывайте, что в момент опускания в негативной фазе, это самый важный момент, и не выполняете его за счет расслабления, за счет силы притяжения, гравитации. Нет. Точно так же, как вы напрягаете ваши мышцы для того, чтобы поднять отягощение, точно так же вам необходимо напрягать мышцы и опускать вес мышцами в любом выполняемом упражнении, будь то приседание или тяга блока, неважно, горизонтального, вертикального. Во всех упражнениях запомните, негативная фаза самая важная, и она должна быть в 2-3 раза медленнее позитивной. Танюшка не делает кардио, вы это знаете, я не то, что не сторонник, я противник классического кардио, делаем мы его только в качестве разминки и заминки, это современные тенденции, но я говорил об этом еще давно. Кардио абсолютно бесполезная и даже вредная вещь в деле тех, кто хочет натурально избавиться от подкожного жира. Не забывайте, что классическая кардио, монотонная работа, утомляет центральную нервную систему, а также пережигает больше мышечной массы, нежели жира и вызывает страшнейшее чувство жора. Вы будете жрать безудержно. И Танюшка продолжает есть банан сразу после тренировки и становится все рельефнее и рельефнее. Единственное, что мы сделали, это сократили с целого банана до половинки. У кого нет такого тренажера, а он есть в принципе мало где, в каких залах, даже в Америке, не расстраивайтесь, можете делать данное движение в жиме ногами или даже в ГАК-тренажере. Какое основное условие? Основное условие нужно поставить ноги, как и в приседах, широко и высоко. Это перенесет акцент на ягодичные мышцы и мышцы бицепса бедра. Мы делаем также два-три разминочно-подводящих подходика и сейчас будет мощная прокачка ягодичных мышц и бицепса и именно на мышечные волокна, которые большинство людей, а особенно девчонок, никогда не прокачивают. Это основная ошибка. Это промежуточные мышечные волокна. Как задействовать промежуточные мышечные волокна? Очень просто. Необходимо сделать всего один подход. Но каким он должен быть? Вы должны выставить такой вес, который задавит вас где-то на 12-13 повторении. То есть 14-е повторение в принципе невозможно. После этого сбрасывается 20-25 процентов веса рабочего, с которым вы только что поработали. Это делает напарник. И вы сразу же добиваете еще 8-10 повторений. Это очень сложная работа. Перегружает сильно системы. Все наши системы. и центральную нервную, и эндокринную. И приходить к таким тренировкам конечно нужно уже после определенного опыта, после набора определенных силовых качеств. Таня еще делает разминочный подход. Мы подбираем вес, с которым будем работать. И скоро приступим к серьезной реальной работе, которая действительно убивает. Просто нереально тяжело. Кто никогда не пробовал, и если вы уже считаете себя опытным спортсменом, или просто опытным человеком, посещающим тренажерный зал, попробуйте. Да, данное видео полезно не только девчонкам, но и для большинства инструкторов. Крайне важно понимать, что, когда и зачем вы делаете. Естественно, нам важно сохранить здоровье в первую очередь. Таня не принимает никакой фармакологии, никаких жиросжигателей. Все, что мы принимаем, это спортпит. Какой, вы можете увидеть в наших роликах совместных, и Таня снимает об этом на своем канале отдельные видеоролики. Я думаю, вы все это все прекрасно уже видели. Ну что, мы начинаем работать. Работа тяжелая, поэтому разговоров нет. Пытаюсь подбодрить Таню как могу. Настроил ее, честно говоря, на два подходика всего, но по факту мы сделаем больше. Посмотрим, насколько реально готова Татьяна, насколько она ментально сконцентрирована. Скажу заранее, откровенно, я редко встречал таких людей, целеустремленных, сосредоточенных на том занятии, которым увлечены, как Татьяна. Таня необычайно целеустремленный человек, умеет ставить планы, цели и достигать их. Что меня поражает еще в ней, она совершенно по-другому, как будто с другой планеты подходит к питанию. У нее нет никаких проблем со сладким, ее не тянет вечером на обжорство, при этом она выполняет все то, что я ей говорю, и подозреваю, что даже где-то иногда что-то делает еще сверх. Не каждый способен на это, тем более без применения фармакологии. Тане интересно заниматься в зале, она узнает новые вещи, потому что в основном всегда тренировалась дома, вы знаете, обучала девчонок, и сейчас продолжает это делать. но я уважаю людей, которые постоянно развиваются, узнают что-то новое, пробуют что-то новое. Таня уже просит о пощаде, мышцы просто отказываются работать, честно говоря, выполняется уже все только на характере. Да, это очень и очень сложно, честно скажу, после такой работы, когда я прокачиваю сам ноги, не могу делать уже больше ничего. Вот такой вот был у нас подходик, сумасшедший на самом деле. Ты мне обещал, что-то другой. Живет в России, рекомендую к употреблению шикарные батончики от российского производителя. Разнообразие вкусов и результат вам гарантирован. Но Татьяну мы заставим у нас по плану еще подтягивания. Подтягивания на кольцах. Пока мы не можем много подтягиваться самостоятельно, 3-4 раза Таня делает хороших подтягиваний. Но для девочки, для девочки на начальном этапе это очень очень неплохо. Тело у Тани уже готово к выступлениям, готова к сцене. Она уже хочет быстрее выйти на сцену, покорить всех американских судей, зрителей. Обратите внимание, как мы работаем на кольцах. Если у вас нет колец, девчонки, не расстраивайтесь. Сейчас практически в каждом зале есть петли. Профессиональные, не очень. Можно и нужно работать на них. Регулируя вышагивание вперед или назад, вы будете регулировать нагрузку. Также уровень высоты колец регулирует нагрузку на ваши широчайшие. Не расстраивайтесь, если вы не можете сосредоточиться непосредственно на работе спины и у вас все отбирают руки. Бицепс, хотим мы или не хотим, работает во всех тягах, особенно в подтягиваниях. Поэтому, в принципе, для девочек достаточно работы на бицепс просто в подтягиваниях и тягах. Мои ученицы редко делают вообще какие-либо движения на бицепс изолированно. Я не вижу в этом никакого смысла. Важно, что в подтягиваниях. Разводить локти в стороны, работать именно локтями и сводить лопатки вместе. Если вы не сводите лопатки вместе, то работают преимущественно руки. И другие мышцы разбирают нагрузку на себя. Поэтому, сосредоточьтесь на опускании локтей вниз, а не на подтягиваниях, и на мощном сведении лопаток. Тогда вы с гарантией будете прокачивать ваши широчайшие мышцы. Видите, насколько уже рельефное тело у Тани. Даже дельты уже делятся на пучки. При этом, повторяю, мы не делаем никакого кардио. друзья, учитесь, развивайтесь. Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына, и вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста. Продолжение следует...